Здравствуйте! Сегодня 14 июля. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от банкир.ру На торгах в пятницу евро стабилизировался вблизи минимума предыдущего дня 1,3588, окончательно утратив таким образом все достижения, полученные после публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Абсолютно пустой экономический календарь и отсутствие в связи с этим новых драйверов для развития направленного движения удерживали валюту в пределах 20-пунктового диапазона. Некоторый интерес к покупкам валюты от минимумов снижения еще сохранялся. Однако движения были весьма незначительны, свидетельствуя о том, что преимущество по-прежнему остается у партии медведей. В этих условиях евро-доллар завершил торговую сессию практически на уровне ее дневного открытия, зафиксировав недельный курс пары на отметке 1,3609, плюс 5 пунктов. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение пары ориентировочно в район ценового уровня 1,3560. Далее ожидаем краткосрочную коррекцию пары, а затем возобновление снижения единой европейской валюты к нижней границе коррекционной модели FLAG 1,3540. Здесь, вблизи этого уровня, ожидаем разворот пары на восходящее движение в направлении верхней границы коррекции. Целевые уровни подъема 1,36, 1,3624, 1,3650. Быки по фунту продолжают упорствовать в своих попытках возобновить восходящую тенденцию. В ходе утренних торгов пятницы они попытались активизировать подъем и преодолеть уровень сопротивления 1,7150 по верхней границе коррекционного канала. Однако очередная попытка пробоя вновь оказалась безуспешной. Курс пары едва коснулся этого уровня, как тут же был отброшен в зону минимальных уровней недели. Драйвером снижения пары на этот раз стали негативные данные по объему строительства в Великобритании, оказавшиеся слабее прогнозов аналитиков. Учитывая влияние показателя на общий объем ВВП, а также последние отрицательные тенденции в британской экономической статистике, полученные данные весьма разочаровали игроков. Фиксация прибыли и закрытие ранее открытых сделок на покупку валюты, а также резкое усиление медвежьего давления на пару вызвало обвальное падение фунта, курс которого к началу американской сессии зафиксировал дневной минимум на отметке 1,7099. Здесь в преддверии выходных нисходящий импульс у газ, а курс пары начал корректировать падение, завершив недельные торги на ценовом уровне 1,7124. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем завершение подъема, разворот и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,71-1,7062. Если этот последний уровень будет пробить, снижение продолжится к следующим целям 1,7026-1,70. Не исключаем также в начале недели вероятность бычьего прорыва выше предыдущего максимума 1,7179. Если быкам по фунту удастся продавить пару выше этого уровня и закрепиться над ним, рост валюты может продолжиться. В этом случае целями подъема станут ключевые уровни сопротивлений 1,72 и 1,73. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономическом календаре понедельника. Новая Зеландия публикует индекс деловой активности в секторе услуг за июнь месяц. В Японии и еврозоне выйдут данные по объему промышленного производства за май. Кроме того, в Японии будет опубликован майский коэффициент загрузки производственных мощностей. Сегодня же состоится выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!